Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, сегодня битва замков, канал Князь, подписывайся, ставь лайк, долби по колокольчику, чтобы не пропускать вот такие вот срочные видосы, у меня прям переполняют эмоции, реально глупая ситуация получается, потому что один день я могу записать видео и назвать его по типу IGG пробивает дно, другой день приходят совершенно какие-то новые новости, новые новости, и я в шоке называю видео, неужели IGG молод? Вот что-то вот в подобном плане, ну а как по-другому? А потом через месяц там выходит обновление, я этому обновлению радуюсь, через неделю понимаю, что это обновление, как обычно, превращается в какую-то непонятную донатную сумятицу, просто происходит какое-то сумасшествие. Но сейчас видео досмотрите до конца, потому что новости важные, и есть что обсудить. По ссылочке в описании вы найдете ссылку на телеграм-канал под названием «Новости битвы замков», если что, есть и вконтакте группа, для кому милей контакт, есть телеграм, короче, ссылки в описании, там быстрее всего выходят новости о битве замков, предстоящих обновлениях, акциях, и все это дело ребята стараются, переводят. И вот сейчас у них вышла новость по поводу атаки фартов с тайваньского форума. Причем этот текст, который я сейчас буду озвучивать, он был размещен в рубрике, в которой обычно постятся изменения в обновлениях. Это раз, да? Это никакой не фейк, и плюс это было опубликовано модератором, это не каким-то левым пользователем, фейкометом и так далее. И сразу момент, потому что я знаю, что все равно есть часть людей, которая не поймет сути видео, не досмотрит до конца и побежит уже всем кричать, что все поменяется, все вот будет так, вот все будет классно, или все будет плохо. Нет, ребята, это только информация на форуме, это только предстоящие какие-то действия IGG, но главное то, что есть какой-то определенный намек, друзья, это главное. А когда это появится в игре, когда будут эти изменения, пока что непонятно, и уж точно, я думаю, не в этом обновлении. Ладненько, усаживаемся поудобнее, что у нас получается. Так, включаю изображение, вот оно, и как бы я могу брать и, грубо говоря, спокойно читать. На китайском форуме только что опубликовал новость-модератор о атаке фартов. В нем говорится, что последний опрос закончился еще 7 января 2020 года. Тут момент, мне тоже кое-что вам нужно рассказать, я не знаю вообще, можно это рассказывать или нет, я надеюсь, IGG на меня не обидится, но в целом это как бы позитивная новость. Она заключается в том, что один из представителей, скажем так, русского IGG находится сейчас в Китае, и завтра мы с Андрюхой будем собираться писать какие-то, ну не то чтобы требования, но будем с Андреем Рылевым прописывать атаку фартов, как бы мы ее хотели видеть. Я думаю, что многие игроки нас поддержат, то есть многие изменения, и даже запустим стрим, я не знаю, Андрюха может на своем канале запустить стрим, я на своем, и вместе с вами поговорим об этих изменениях. И вот эту вот точную таблицу, то есть мы напишем, что нужно поменять в атаке фартов, и объясним, для чего это нужно сделать, и мы отправим это в IGG. И сейчас точно то, что мы будем составлять, это попадет именно туда, куда ребята надо, то есть к человеку, к людям, которые занимаются разработкой всего этого дела. Вот, и как бы, как бы мы сильно не бомбили, но тем не менее, и в русском представительстве IGG есть ребята, которые понимают проблемы игры, и которые пытаются сделать все, что возможно, вот, чтобы помочь. И как бы то, что мы завтра будем делать с Андрюхой Рылевым, это явный показатель. Ладно, не суть. Тут спорный, спорный текст. Спасибо, опять же, за перевод клуба игроков в Castle Clash. Уважаемые игроки, во-первых, это голосование, то есть, я надеюсь, мы с Андрюхой не профукали момент, потому что, ну, реально, у нас не было времени этим заниматься, но как бы мы договорились, что мы закончим в начале января, я об этом вам уже рассказывал, вот. Вот, и смотрите, прикол, у них какой-то там опрос проходил, я, честно, не особо в курсе, какой-то там круглый стол с кем-то там, и еще что-то вот это, но как бы, ладно, не суть. Смотрим текст. Уважаемые игроки, мы закончили принимать заявки еще 7 января, всем спасибо, кто принимал участие. Предложения игроков во всем мире были одинаковыми. Ну, как бы все сходимся в одном, как говорится, независимо от того, на каком языке мы говорим, какое у нас вероисповедание и так далее. Мы просто любим битву замков, и если мы в нее играем, мы хотим, чтобы она процветала, а не превращалась, сами знаете, во что. Предложения игроков во всем мире были одинаковыми, мнения о нападении и обороне были разными, но в итоге из-за традиции мнение о обороне было всегда. Да, ну как бы это перевод, ребят, с китайского. Последовательно, это должно быть так, держать башню до последнего, не давая пройти противнику башню форта. Вот, причем в том, что атака фортов существует с 2016 года, до сих пор это давняя локация, которая является самым популярным на данный момент. То есть атака фортов до сих пор остается самой популярной, и прикол в том, что многие уже на нее забили, и включая меня, потому что абсолютно нету никакого интереса с этим бесконечным спамом, с этими задержками, этими багами, кликерами, бардами и так далее. Я уже молчу про баги, да, ты вроде бой выигрываешь, а тебе его не засчитывают, но не суть. Причина в том, что атака фортов существует с 2016 года, до сих пор это давняя локация, которая является самой популярной на данный момент. Когда правила игры меняются, сразу нарушается сам геймплей. Ну так мы и хотим нарушить геймплей. Мы и хотим нарушить геймплей. Вот я уже говорил об этом в прошлом видео, друзья. У IGG есть очень, очень просто отвратительная привычка. То есть когда они вводят какую-то абсолютную ерунду или что-то в плане донатов, новых прокачек умений, там каких-то героев по две штуки в месяц, там вот всякую дичь, новые таланты и прочее. То есть тут как бы о балансе заботиться не надо, о нарушении геймплея заботиться не надо. А когда что-то игроки предлагают, игроки-то от чистого сердца предлагают, так и так, ребят, ну улучшите, чтобы нам было интереснее. Тут же IGG садятся такие и сидят, думают, блин, ну это же нарушит геймплей. Это же нарушит геймплей. Какой ужас, это надо все обдумать, может быть через года два выпустить обновление. Вот это вот главный косяк разработчиков IGG. Когда вы сами бездумно творите абсолютную дичь, вы ничего не обдумываете. Просто выкатываете это, тестеры, они вообще не понимают, за что зарплату получают. И как бы реально очень глупая ситуация. Я уже молчу про атаку фартов. Что-то я как-то не слышал, чтобы вы там парились по поводу геймплея, когда вы увеличивали время прохода пачки от башни до башни. Если не ошибаюсь, раньше было 20 секунд, теперь 10. И то есть просто атака фартов погрузилась в бесконечный спам. И плюс разработчики просто сами не учитывают тот факт, что у нас в игре бесконечное количество героев. Сейчас вы начали добавлять по два героя. И то есть этот спам реально становится бесконечным. Потому что у игроков даже герои не заканчиваются. Понимаете? Но это абсолютнейшая дичь. И вот они сидят боятся нарушить геймплей. Так. Поэтому прежде чем объявим наш ответ. То есть основного ответа нету. Мы решили временно сохранить данную традицию. Правила игры не будем менять. То есть атака фартов. Вроде бы как бы остается атака фартов. И ничего конкретного там не поменяется. Ладно. Окей. Мы решили, что разработчики должны устранить основную причину, а не баги. Вроде вы правила не собираетесь менять. Но какую-то основную причину, проблем вы должны устранить. Что это подразумевает IGG? Непонятно. Но опять же это китайский перевод. И очень плохо. Вот я не знаю. Если кто-то смотрит меня из представителей IGG. Вот может быть этот Саша смотрит. Человек баланс. Баланс дело тонкое. Пожалуйста. Вот вы хотя бы знаете. Ну переводите эти посты из... Вы же знаете китайский язык. Да? Там сидите. И переводите, пожалуйста, эти посты как-то грамотно, чтобы мы это все дело могли понимать. Переводите эти посты, публикуйте вы себя в официальных соцсетях ВКонтакте и так далее. И, пожалуйста, делайте это как-то ну своевременно. Не через неделю, не через три дня. Ну хотя бы через день. Ну хотя бы через сутки. Потому что зачастую информация раньше появляется где-то на английском сервере, там на форуме каком-то там, не знаю, на немецком сервере. И только потом, со временем доходят до наших соцсетей. И потому как бы мы в официальную группу ВКонтакте заходим только для того, чтобы, не знаю, какую-то гадость написать в комментариях. Или поучаствовать в каком-то розыгрыше. Но я говорю за игроков. Я ни в каких розыгрышах не участвую. Мне абсолютно плевать на бесплатные акции. Мне главное, чтобы игра была интересной. Вот. И просто поднимите активность. Ну вот переводите такие вещи, там какие-то объявления с форума и прочее. Это было бы реально круто. Это поднимал бы интерес, скажем так, к официальным источникам. А то, ну, официальная группа, мягко скажем, тоже не особо живет классной жизнью и не особо большой активностью. Чему бы там кому не казалось. Раньше, мне кажется, было намного круче. Мы решили, что разработчики должны устранить основную причину, а не баги. Сейчас проблема определения количества побед и поражений возникает из-за барда, из-за кровавой мэрии и другие факторы. Вот такой вот ответ. Короче, фишка заключается в том, что мы вот это вот прочитали и мы ничего не поняли. И, в принципе, даже если бы был какой-то супер адекватный перевод, хотя тут огромнейшее спасибо пацанам за то, что они это переводили. Вот, и они перевели, я считаю, очень классно, потому что я видел черновую версию. Но даже если бы было все идеально, мы знали бы китайский, это на китайском прочитали, мы бы, наверное, все равно ничего не поняли. И главная вещь, которая заключается в том, что разработчики, они там что-то пытаются слышать. Они как-то начали шевелиться. Они что-то начали допетривать, что есть вот такие вот проблемы на атаке фартов. И надо, короче, это все продвигать. Долбить, долбить, долбить. И завтра, не знаю, мы с Андрюхой Релевым начнем, надеюсь, этим заниматься, потому что уже как-то вот эти вот все новогодние праздники разгребли, эти все дела, стрим-марафоны и прочее. То есть какие-то изменения будут. Я так понимаю, GG сделает, скажем так, более пристальный взгляд на атаку фартов. И что бы там ни было, но, тем не менее, нам дает это надежду. Нам дает это надежду, что когда-нибудь атака фартов снова станет интересной и снова будет продолжать поднимать, скажем так, конкурентноспособность между гильдией, поднимать интерес у игроков и держать игроков в игре, понимаете? И появится какой-то соревновательный дух, а не так, как сейчас. То есть сейчас, чтобы побегать нормально на атаке фартов, нужно идти в какую-то мега-мега не топовую гильдию со своим зефириком и ходить, бегать, радоваться, бить малышей. Но я считаю, что это тоже неинтересно. Нужно бороться с равными противниками, но с противниками, а не с доп, спам героями этими противников или с бессмертными бардами. То есть у нас, ребята, надежда есть, и этому мы можем порадоваться. Когда, что и как исправиться, пока непонятно, но я лично буду продолжать долбить, потому что мыслей огромнейшее количество. Вот прям в голове расписано, что и как нужно изменить. Но мой подход заключается в том, что надо много чего менять. Во-первых, кликер — это есть готовое решение, но нужно решать со спамом. Я считаю, что атака фартов должна двигаться не в сторону спама, а в сторону того, чтобы героев, наоборот, тебе не хватало. Чтобы реально проверялись пачки на прочность, чтобы не было никаких там а-ля ситуаций, когда какая-то ничья или еще что-либо. Вот в какую сторону должна двигаться атака фартов. Потому что, ну, спам надо как-то минусовать. То есть, систему спама, с ней надо что-то придумывать, ограничивать, потому что героев огромнейшее количество в игре. И, как бы, ну, это абсолютнейший, ребятушки, бред. И надо что-то думать, надо как-то делать и двигаться вперед. Чтобы именно бои были основные между твоими топовыми собранными пачками, а не между спам-героями. Чтобы ты потерял топовую пачку, все, пошел палец сосать, делаешь вторую команду, изменя топовую и так далее. Чтобы у тебя эта пачка дралась с какой-то другой нормальной пачкой. Чтобы была какая-то стратегия, чтобы была какая-то тактика, а не просто ты встал и бесконечно долбишь всю атаку фартов каких-то спам-героев. То есть, нужно откатываться, возвращаться назад и бороться с этим спамом. Сейчас, может быть, кто-нибудь будет писать в комментариях, о, князь, это вы там топы, там ля-ля-ля, 3 рубля, вот, вы там спам, а вот нам, наоборот, интереснее. Тогда мы не сможем справиться с сильными гильдиями и так далее. Если там спам убирать, чуваки, как бы, ну, так вы развивайтесь, не знаю, качайте героев и держите гильдии не по 15, не по 20 человек, а группируйтесь, чтобы было больше гильдий, ну, меньше гильдий, но они были полностью заполненными, вот, сильными, чем плюс 100-500 гильдий, по 20, по 15, по 30 человек, которые реально сидят и ноют, вот, мы там не справимся с топовыми играми. Вы понимаете, что если будет больше гильдий, укомплектованных, в которых будет больше людей, то и сила, разница между гильдиями выровняется, не будет такой лестницы громадной, когда у гильдии абсолютно не будет никакого шанса кого-то взять и победить. Сейчас проблема гильдий заключается в том, что все раскиданы по разным гильдиям, а нужно, наоборот, объединяться, группироваться, и IGG, разработчики, должны мотивировать это делать, и тогда будет интереснее на битву гильдий ходить, будет интереснее на атаку фартов ходить, и будет реально решаться атака фартов, ну, конечно же, от количества доната от этого никуда не уйдешь, но также будет от сплоченности гильдии многое зависеть, и будет зависеть от вашей тактики, и сколько вы боевых пачек можете собрать, сколько у вас повторок каких-то героев, может быть, у вас три феникса вы можете использовать, вот вся суть. Короче, итог, ребзя, разработчики что-то как-то шевелятся, что-то как-то пытаются, мы со своей стороны будем дальше проталкивать, завтра будет стрим, на котором, ну, я, по крайней мере, с Андрюхой Релевым, мы представим свое видение атаки фартов, может быть, я думаю, многие с ней не будут согласны, но вы не бойтесь, потому что очень-очень маленький шанс, что нас кто-то послушает, но тем не менее наши идеи по поводу этой локации будут доставлены прямо туда, куда надо. На этом все, пожелаю вам всем огромнейшей удачи, ребятушки, и пока.